Мы знаем, вы слушаете В 10 утра Обстоятельные ответы Я могу очень коротко сказать, что Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был без господина Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Добро пожаловаться В студии Олег Пека Как всегда работают телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Вы можете задавать любые вопросы, которые касаются коммунального хозяйства Что-то вам не ясно Возникла какая-то спорная ситуация Вы, может быть, даже оказались в какой-то сложной ситуации Не знаете, как поступить правильно Вы считаете, что с вами поступили несправедливо И хотите узнать, можно ли обжаловать Вот несправедливо принятое решение Очень много всегда вопросов На которые отвечают наши уважаемые эксперты Сегодня это Сергей Сидорко Председатель правления Центра консультации собственников квартир Здравствуйте, добрый день Доброе утро Доброе утро И мы также напоминаем еще один способ связи Это можно написать в Ватсапе Ваши вопросы Номер Ватсапа 2-3-0-6-1-9-1 2-3-0-6-1-9-1 И все, что вы пишете, мы обязательно тоже зачитываем в эфире Здравствуйте Здравствуйте Да, пожалуйста Добрый день Добрый день Это у вас здесь такой инстанктор-1 На что в квартире? Тут вы слышите меня Очень плохо слышно, к сожалению Вот постарайтесь говорить медленно и громко Алло Да Это самое Добрый день Подстановление проверить Непроватизированные квартиры Ко мне пришла проверка Динта Динта Вилчука Какая-то женщина Сфотографировалась Непроватизировалась Алло Вот я разобрал только Алло Если честно Ну что вы Ну сейчас я Попробую телефон Будешь слышно? Вот сейчас лучше слышно Да Пришла Гунта Динта Вилчука Сфотографировала Всю квартиру У меня все стены Рушатся У меня вентиляция Центральная Не работает Все подключились Одна я на девятом этаже Не подключена У меня окна Выпали Не открывается 47 И я боюсь Газ горит красным Боюсь взорвать И это самое Сфотографировала И до сих пор Не подала На брибы Вот Мои эти снимки И я теперь не знаю Что делать Квартира Государственная Я без окон Старые батареи И все старое И туалет не работает И везде Стены потрескались Большие Стены Алло Да Понятно Вот И куда мне обратиться Что мне делать Она была 17 июня И вот уже прошло Больше Как и полтора месяца И никаких Результатов Ничего Я не могу добиться Звоню На брибы Там говорят Что надо Заявление А как это Заявление Будет действовать Если она Дала Это Что она Сфотографировала Какая у меня Там Повреждение Кругом Все Обвалилось А по какой Причине У вас Повреждение Потому что Нижний этаж Восьмой А у меня Девятый И на девятом Три квартиры В десятом году Все делали ремонт Восьмой этаж И девятый Все квартиры Кроме меня Одной Старухи Восемьдесят Летки Делали ремонты Сами Съехали С квартир Наняли Этих Которые Ремонтники Все сверлили Ломали Сцены Соединяли Там Кухни Коридоры С кухнями Потолки Несущие Стены Выбирали Швеллеры Там Варили Все У меня Все Потрескалось Все Потрескалось И я Одна Старуха И ничего Не могу Сделать Никак Не могу Включить Вентиляцию Тоже Все Подклютили В центральной Вентиляции Свои Вычистки У меня Не подключено У меня Не проветривается Ничего Все Я Я пожар Сделаю Вот такая Проблема Ну Наверное Легче Ответить Да Поскольку Я понял По разговору То Это скорее Всего Неприватизированная Квартира Где-то В центре Города И Ответьте За него В принципе Две Организации Но Жителям Нужно Обращаться В Майвел Видес Департамент Я понял Что она Ими звонила И Приходили Работники РНП Чтобы Что-то Зафиксировать Чтобы Как-то Более Точно Понять Проблему Конкретного Жильца Ну Я еще раз Могу Назвать Только Свой телефон Тогда Попрошу Мне лично Тогда Позвонить И Ну Вот Более Понятный Расклад Дать Адрес И Действительно Ли Ваша Квартира Не Проводизирована Действительно Ли Она Подлежит Само Правление А не Государство Да Тут тоже Есть Юридический Нюанс И Понять В чем Самая Главная Боль Ну Я Своей Стороны Поспособствую Тому Чем Смогу Тем Помогу Чтобы Как-то Решить Эти Вопрос Еще раз Мой Телефон Тогда 29 757 663 Буду Ждать Вашего Звонка 29 757 663 Я Просто Для пожилого Человека Который Может быть Не успевает Все записать Ну И На Всякий Случай Еще раз Надо Подчеркнуть Что За состояние Квартиры Отвечает Собственник Поэтому Если у вас Договор Аренды То вы Должны Обращаться К собственнику В договор Аренды Прописано Техническое Состояние Квартиры Которому Она Должна Соответствовать Благоустройство Работа Коммуникации И так далее Поэтому Все-таки Уважаемая Радиослушательница Один путь Если она Чем-то Недовольна Действиями Управляющего То надо Писать Жалобу На имя Владельца В данном Случае Если это Ридическая Дума Ридическая Дума Если государство То Балст Некост И Пошем Наверное Отвечает За эти Вещи У меня Сразу Возникает Вопрос Я Насколько Понял Из Ее Жалоб Она Обвиняет Соседей Что Соседи Во время Своих Капитальных Ремонтов Повредили Ну То есть У нее Начали И Окна Вываливаться И Стены Рушатся После Того Как В любом Случа Отвечает Владимир Я Не хотел Вдаваться В детали Может Делался Ремонт Она От него Отказалась Тут Очень Много Нюансов Там Дальше Не хотелось Вникать Дальше Но В принципе Если Вообще Квартира Сдается В аренды На все Время Договор В исправном Состоянии С нормальными Окнами С нормальным Отоплением С нормальным Водоснабжением Канализацией С нормальными Стенами Единственное Что должен Делать Арендатор Это Косметический Ремонт Раз в пять Лет Он должен Делать Косметический Ремонт Все Остальное Это Должно Должно Делать Обеспечивать Владелец Так что Здесь Вариантов Нет Особых То Что там Долго Идет Ну Наверное Пока Составят Смету Пока Передадут Ее В соответствующие Органы Пока Они Там Изыщут Деньги Ну Это Процесс Долгий Но Надо Жаловаться К Собственнику Все Ну И Может Быть Просто Звонить И напоминать О себе Или узнавать Как О ходе Дела Еще Один вопрос Пришел К нам Вот Как раз На Ватсап Спрашивают Как проверить Качество Выполненных Работ В доме Потраченных Сум На Ремонт Аудит Ремонтных Работ В доме Проведенных РНП Сейчас Извините Тут Звонок Вот Сейчас Мы на него Ответим Но Алло Алло Не Не хочет С нами Разговаривать Вот Вопрос Как Провести Аудит Ремонтных Работ Если Вдруг Возникли Какие-то Сомнения Самый Самый Эффективный Способ Это Нанять В процессе Перед Началом Работ Строительного Надзирателя Ремонта Это Самый Эффективный Потому Что Он Проявляет По этапам Строительные Изделия Которые Мы Называем Ремонтом Отличаются Такой Особенностью Что Очень Много Скрытых Работ То есть Этапы Которые После Их Выполнения Перекрываются Следующим Слоем Или Следующими Видами Работ И уже После Этого Без Дорогостоящего Вскрытия Экспертизы И так Далее Ничего Не Проверишь Поэтому Самое Эффективное Это Позаботиться О том Чтобы Был Обеспечен Строенный Отзор Ну А Если У вас Есть Большие Сомнения Ну Что Приглашайте Экспертов Они Что Смогут Проверить А что Нет Предложат Вам Вскрытие Алло Здравствуйте Добрый День Здравствуйте Это Это Соглас Проверим Это Самое Вам Это Себерка Неправильно Отвечает Отвечает Неправильно У меня Квастира Никакому Этому Управляющему Не подвижит Потому Что Она Непровочистированная Она Государственная Моя Управление Относится Я Клашу День Управление Она Управление И я Ничего Не Портила Ничего Не Сломала Потому Что 40 лет Этой Квартире Квартира В центре Города Находится Нет Она Находится В Плявниках В Плявниках На Палах Сарагин На Палах Сарагин Простите Пожалуйста Вас во первых Очень плохо Действительно Слышно Я могу Вас попросить Все таки Связаться Уже После Передачи С господином Гонтаревым Вот я Еще раз Вам продиктую Номер Телефона 29 Вот запишите Или запомните 29 7 757 29 29 757 57 5 7 Еще раз 29 757 Это первые 7 7 7 6 6 3 757 Вот так 6 6 3 Ну у нас останется ваш номер Мы потом может быть Сами перезвоним Вот еще один вопрос Собирается ли Рижская дума Проверить состояние Жилфонда И приступать к ремонту За счет казны Если большинство Владельцев квартир Не платежеспособны Безработные Пенсионеры Инвалиды У них могут Отобрать квартиры Могут ли у них Отобрать квартиры Из-за больших кредитов На ремонт Вот такой вопрос Пришел Ну Давайте Начинать Сначала Строе управа Которое Является Подразделением Ливической думы Объявила о том Что она будет Поэтапно Проверять Техническое состояние Домов По сериям И так далее То есть На первую часть Вопроса Собирается ли Ливическая дума Проверять Да По всей видимости Собирается Составить Экспертное Соключение Общей годности Домов К эксплуатации Особенно Серийные Второе Будет ли Ливическая дума За счет Казны Тогда вопрос Такой А казна Это где Это за счет Городского Бюджета Значит Это за счет Наших с вами Налогов Тогда у меня Сразу возникает Вопрос А почему Одни собственники Квартир Делают это За свой счет А кому-то Нужно делать Это за чей-то счет За наш счет От тех Которые платят Налоги Как это звучит А потом Надо не забывать Что в Риге Живут очень много Разных людей Которые живут И в частных домах В односемейных И так далее Тогда Если говорить Об расходовании Казны То надо говорить Чтобы всем Равномерно Досталось что-то Относительно Неплатежеспособности Немножко Неверно Сформулирован вопрос Потому что Насколько мне известно На сегодняшний день Рижская дума Всем малоимущим Оказывает Социальную помощь Все кто попадает Под критерии Малообеспеченных Не получают Соответствующую помощь На содержание квартиры И она там не выделяет Это идет за ремонт Или это идет за тепло Есть общие параметры По которым определяется Человек Которому положено Социальная помощь Это социальная помощь В полном объеме На квартал В тех пределах Что установлено Нормативами Осуществляется Так что я бы здесь Не согласился Что Приведение здания В порядок И ремонтные работы Которые ведут К общему сокращению Затрат на эксплуатацию Зданий И содержания Могут каким-то образом Повлиять на малоимущих Последняя часть вопроса Относительно того Что могут ли лишить Любого собственника квартиры По согласию Гражданского законодательства За долги Можно Можно подать на него В суд Взыскать с него Долги И если эти долги Не будут Погашены То значит Есть возможность Реализовать его Иностранство Таковы законы В Латвии Работают И так оно и есть Но я хочу Подчеркнуть Просто Свои наблюдения Из практики Очень редко Когда Малоимущие Попадают В такую ситуацию Для меня Вот за 20 с лишним Детом работы На этой должности Крайне Не было Ни одного Случа Когда именно Малоимущий Человек С низкими Доходами Попадал В такую ситуацию Что попадал Под суд И его Лишали квартиры Как правило Это немножко Другая категория Или это люди Безответственные Либо это люди С вредными привычками Скажем так Либо это Люди У которых Приоритеты Какие угодно Но не оплата И не содержание Собственного жилья Так что Здесь Говорить о том Что Эта категория Людей Малообеспеченных Находится Под каким-то Большим ударом Я бы не стал Да тяжело Тут я не буду спорить Очень тяжело Иногда Даже непонятно Как они выживают Но обычно Не эта категория Находится В суде То есть Получается Что они Могут Претендовать На Какие На помощь Самоуправления Например Если Речь идет О Необходимости Реновации Дома Я еще раз повторяю Если человек Соответствует Критериям Малоимущего Ему положена Социальная помощь В каких-то Объемах На квартиру То дальше Этот счет Не детализируется Если у тебя Счет 200 евро Никто в социальной службе Не смотрит Сколько на тепло А сколько на Реновацию Там Исходя из общего Размера счета Те выделяют Компенсацию Поэтому Самоуправление Наоборот Я считаю Таким образом Стимулирует И совершенно Справедливо Расходует Деньги Социального Бюджета На помощь Тем Кто в этом Нуждается Адресную Помощь И в том числе И в случае Виновации Все очень нормально Правда Там можно Спорить О планках О высоте Какой порог Там для Малообеспечен Какую сумму Им выделяет Это другое Но в принципе Эти люди Получают Помощь Пришло Тут такое Ехидное Я бы сказал Замечание По поводу Общего кармана Что Дескать Помогать Аэрболтик 250 миллионов Евро Можно из наших Налогов А помочь Жителям Из наших Налогов Нельзя Ну Я бы сказал Так Тогда Тот Пишет Такие Хидные Комментарии Я не знаю Во первых Там Это бизнес Проект Я бы Это не лез Это Предприятие С государственным Капиталом Там не ясно Что Помогали Аэрболтик Или спасали Эти деньги Которые Вложили Раньше Тут еще большой вопрос Относительно Помочь Жителям Ну что ж Есть программы Помощь Вы ими пользуетесь Есть программы Сейчас Кабинетом Министром Утвержденные О льготном Кредитовании Для благоустройства Дворов Домов Произведения Ремонтных Работ Ремонтов Лифтов Вы этой программой Пользуетесь Там дается Длительное На 20 лет Кредитование С низкой Скарантированной Процентной Ставкой Дальше Программы ЕЕС Вы используете Ведь когда мы говорим Что нам должны Мы подразумеваем Так Придет добрый Санта-Клаус Все сделает Еще и бесплатно Нет Для того Чтобы получить деньги Особенно подарки Или Помощь Ну нужно Самому Пошевелиться Таковым Таковым не является Ну то есть Смысл вопроса Где это Здесь вопрос А кто решает Неотложный Неотложный Вим Вот кто Решает Тот кто написал Или тот кто Управляет Я считаю Не тот Не другой На самом деле Когда возникает ситуация Приглашаются Строительные инженеры С сертификатами Они дают заключение Состояние Ну какой-то Ну в данном случае Элемента здания И он Строительный Инженер Отвечая За свой Сертификат Отвечая За страховкой Он говорит И сообщает Вообще Возможно Далее Эксплуатировать Или нет Здания Вот это И является Критерием Неотложного Вим Если Эксперт Сказал Что дальше Лифт Включать Нельзя Следующий Вопрос А что дальше Значит Если эксперт Сказал Значит Лифт Отключат Ну и все Будем ходить Пешком Ну и у Жителей Есть возможность Управляющий В таких случаях Когда неотложный Ремонт Является Дорогостоящим У него Есть обязанность Проинформировать О том Что необходимо Произвести Неотложный Ремонт На такую-то Сумму Ну жители Могут собраться И сказать Что не надо Новый ремонт Но как правило Это такие ремонты От которых Отказаться нельзя Это Течь Крыши Остановка Ремонта И так далее Там все вот таким образом Там нету такого Что давайте Покрасим подъезд Сделаем косметический Ремонт В подъезде И назовем это Неотложным Такого нет Это какие-то Серьезные Повреждения Я напоминаю Телефоны Прямого эфира 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Все какие-то Вопросы Проблемы С которыми Вы сталкиваетесь Вы можете Излить Вот прямо Нам сейчас Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Доброе утро У меня прямо Как бы Продолжение Немножко Предыдущего Про подъезды У нас Пятиэтажный Шестиподъездный Дом Без всякой Информации Никто Вообще Собрание Модулис Наша Управляющая Фирма Собрания Не было Я не знаю Наверное Уже несколько лет И вдруг Я узнаю Что в соседнем Подъезде Сделали ремонт Косметический Ремонт Потом я узнаю Что еще Один подъезд Сделали ремонт Вообще Как делается Ремонт Вот такой Самый обычный Ремонт В подъездах По порядку Или как-то Или как Как вообще Это делается Абсолютно Непонятно Когда я попыталась В домоуправление Прийти Узнать Мне сказали Жильцы подъезда Должны собраться И Заявку сделать Я ее Сделала В тот же вечер Но когда я Понесла То там сказали Что мы уже Первый день Были мы вторые На очереди Через день Буквально Мы оказались Третьими Непонятно Непонятно Прошу вас Если можно Как-то вот Этот вопрос Да А я не совсем Понял Вот как вы В тот же день Успели сделать Заявку Если нужно было Собрание всех Жильцов дома Вот за один день Вы всех Нет Не дома Они так сказали Что жильцы Подъезда Должны Сочинить Бумагу Что мы просим Сделать ремонт В нашем подъезде Естественно А у нас в подъезде Всего пять квартир Я это сделала За один вечер Повезло Что все были на месте То есть Ремонт подъезда Должны Инициировать Жильцы Подъезда Понимаете Потому что Сказали Что денег На ремонт Всех подъездов Надо Накапливать Вот накопили На один подъезд На второй подъезд Ну а как же Какая-то Очередность Должна быть Мы же все Равноправные Жильцы Дома Вот Непонятный вопрос Спасибо Спасибо Ну для меня Удивительна Сама ситуация По себе Дело в том Что За какой счет Производится Ремонт подъездов Если жильцы Подъезда Собираются Собственники Квартиры Подъезда Собираются И говорят Что они оплатят Именно Собственники Квартиры Этого подъезда Сами оплатят Дополнительными Платежами Или каким-то Другим способом Ремонт Своего подъезда Индивидуально Это один вопрос Тогда Такой Путь Как сказала Радиослушательница Возможен Если Кто-либо Собирается Делать ремонт Подъезда За счет Общих денег Накопительного Фонда Дома То соответственно Должно быть И общее Собрание То есть Здесь для меня Юридически Очень нечистый Вопрос Так не решается Не может Вот прийти Мы хотим Мы хотим Мы хотим Если весь дом Решает Тогда одно Если Там уже Можно устанавливать И периодичность Очередность То есть должно Было быть Общее Собрание Жильцов Дома Если Формально По закону Если было Если принимается Решение Оплачивать За счет Накопительных Средств Дома То есть за счет Общих средств Тогда и должно Было решение Распространяться На весь дом Решение Должно было Приниматься 51% Собственного Если это не так То это Ну юридически Очень Сомнительно А насчет Очередности Ну что делать Очередь Есть очередь Всегда Кто-то будет Первый А кто-то Второй Ничего не сделаешь Так Тут вот Нам пишут Опять-таки Вот ссылаясь На исторические Прецеденты Значит До 91-го года Были Отчисления Отчислялись Деньги на ремонт Куда пропали Эти деньги Неизвестно Поэтому государство Должно помогать Если это единственное Жилье в семье А дом Может разрушиться Ну вот Такая вот Логическая цепочка Выстроена Можете прокомментировать Ну куда Я не знаю Были Не на ремонт Были Пока владельцам Квартир Были Кооперативы Самоуправление И государство То В советское время Действовали Амортизационные Отчисления Если кто забыл Это были Отчисления Которые Предусматривались Для того Чтобы Периодически Капитально Ремонтировать Здания И накапливать Средства На восстановление Жилого фонда После окончания Его Срок Росстановления Все эти Деньги Перешли Домоуправления Или тем Структурам Которых Они накапливались Кооперативы Эти деньги Сохранились Они перешли Кооперативу Просто Трансформация Из двух Миллионов Рублей В несколько Десятков Тысяч Лат Произошла Поэтому Ну и в основном Эти деньги Были Чаще всего Извасходов На ремонты Домов Но это Настолько Уже Исторически Давно Даже Сложно Найти Какие-то Следы Да В советских Рублях Это были Многие Миллионы Куда Потом Они По-моему Если не ошибаюсь Один в пятидесяти Их Меняли Ну и потом Они исчезли Но Растворились Я не имею Ввиду Украденные Я имею Ввиду Они просто Растворились В том Денежном Потоке Который Стал Валюте Он Просто Стал Неощутим Да И ремонты Все-таки Какие-то Делали Не было Так Что Просто Взяли Из кассы И унесли В мешки Еще Вот Один Интересный Вопрос Нам Просто Прислали Ссылку На материал Я Быстренько Просто Сейчас Зачитаю Латвия Готовится Штрафовать За сухие Туалеты Вот У владельцев Домов Оборудованных Индивидуальными Канализационными Системами Не подключенными К централизованной Сети Осталось Менее полугода Менее полугода Для того Чтобы их Зарегистрировать Значит Свои Выгребные Ямы В муниципальных Регистрах Должны Поставить На учет Встать На учет До 31 Декабря А затем Кослушникам Будут Применены Штрафные Санкции Вот Спросят Прокомментировать И спросить Сколько Ну вот Есть какие-то Индивидуальные Домики Они Если не Подключены К Канализационной Системе Что Им делать Я так понимаю Что не совсем До конца Процитировали Документ На самом деле Там звучит так Что эти Сухие туалеты Или Вгребные Ямы Должны быть Оборудованы Соответствующим Образом Там Не допускается Возможность Насколько я Помню Того Чтобы Жидкость Отделялась И повернулась Как в септике И спускалась Грунта То есть Попадание В грунт Этих Отходов Недопустимо В соответствии С этим Эти туалеты Нужно Зарегистрировать Раз И второе Их нужно Стать на соответствие На герметичность И на соответствие Ну вот И плюс Третье Там необходимо Доказать Что Вы пользуете Услугами Очистки туалета То есть У вас должны быть Подтверждены Там или договорами Или заказами И периодичность Вывоза этого Очистки этих Емкостей И кто вывозит Из официальных Фирм Которые имеют На это право Утилизировать Вот эти Отходы Так что Там Я бы не сказал Что там Какая-то трагедия Там нужно Просто выполнять Закон Не допускает Больше септиков Не допускает Больше Свободного Стока Канализации В землю Инфильд Инфильтрация Надо Надо это Выдерживать Ну да В 17-м году Разработал Аудитом Обследование Обследование Обратиться Оплатить По ночам Необорьба Там загажено Машины Сергей Сидор Программа Добро пожаловаться Выходит по Понедельникам В 10 утра Начинается И если у вас Есть вопросы Вы можете Всегда их Написать Заблаговременно На номер Ватсапа 2-3-0-6-1-9-1 Или звонить Во время эфира По номерам 6-7-212-93-9-6-7-213-93-9-6-7-2-13-93-9 Субтитры создавал DimaTorzok